В середине июля армавирцы делились в социальных сетях шокирующими кадрами того, как на одном из производств разливают квас. Появились предположения, что это видео сделали на территории города. Кадры прислали в рубрику «Фотофакт» портала городармавир.ру. Вот этот квас мы пьём. И вот люди покупают и продают, травят нас. Позже стало известно, что съёмка проводилась на предприятии Тимошевска. В администрации города рассказали, что вероятность появления этого напитка в Армавире ничтожно мала. Продажей кваса в городе занимаются ООО «Лавина» и «Староминский квас», которые являются производителями своего товара. На этой неделе армавирцы обсуждали стрижей, но не перелётных птиц, а членов группы высшего пилотажа. Обеспокоенные жители прислали видео на портал городармавир.ру. Позже выяснилось, что шесть экипажей базировались на аэродроме Армавира и провели тренировку новой программы авиашоу. Оно проходило в Железноводске 7 июля. Пользователи портала обратили внимание на спортивную площадку в сквере на улице Ефремова, напротив дома номер 107. Здесь открыт люк. Чтобы устранить проблему, армавирцам нужно обратиться в управление жилищно-коммунального хозяйства письменно или по телефону 3-83-92. Туда же стоит позвонить жителям мясокомбината, которые возмущены состоянием детской площадки за троллейбусным парком. В хуторе Первомайском вода имеет неприятный цвет и запах. Такое обращение пришло в рубрику «Фотофакт» 9 июля. В Курганинском групповом водопроводе сообщили, что причиной подачи некачественной воды могло стать вторичное загрязнение на частной разводящей сети абонента. Нужно обратиться в оперативно-диспетчерскую службу предприятия по телефону 3-32-42. Напомним, что в заветном сельском округе идёт строительство водонапорных сооружений. В 2018 году здесь появятся три новые скважины – станции очистки воды и водонапорная башня. Они помогут обеспечить жители хуторов Первомайский и Красин чистой питьевой водой. Жители села Вольное также пожаловались на воду из-под крана. Оказалось, что в период с 9 по 10 июля здесь произошла авария на водопроводных сетях. Аварийная ремонтная бригада подразделения водоснабжения межпоселковых сетей предприятия заменила участок трубопровода. Почти две недели не было воды у жителей микрорайона «Оптика». Отключение произошло из-за ремонта тепловых сетей. По мнению жителей дома номер 56 по улице Жукова, работы затянулись. В Армавирском филиале «Газпром Теплоэнерго Краснодар» сообщили, что подача воды ранее была возобновлена. В рубрику «Фотофакт» поступило несколько обращений о состоянии дорог на нескольких участках. Это седьмая линия от Кочубея до Кубанской, второй Кубанский переулок и улица Воровского. Жителям, которые недовольны результатом работ, стоит написать письменное заявление в отдел по обращениям граждан. Или позвонить по телефону 3-8006. Кондиционер не охлаждает, микроволновка не греет. Низкое напряжение в сети обнаружили армавирцы, проживающие по адресу улица Татьяны Саламахи, 72. В таких случаях необходимо звонить в диспетчерскую НЭСК и Армавир электросеть по телефону 2-22-12. Специалисты замерят напряжение своими приборами и, если факт подтвердится, выяснят причину неполадок. На контейнерную площадку на пересечении улиц Тургенева и Карла Маркса неизвестные продолжают приносить строительный мусор. Виновных в захламлении можно наказать. Для этого стоит обратиться в отдел контроля городского хозяйства. На нарушителей будет составлен протокол, а также выписан штраф. Наказание может настигнуть и посетители автомойки, которых засняли на камеру видеонаблюдения. Молодые люди сидят на заборе и в какой-то момент снимают светильник, забирают лампочку и возвращают плафон на место. Если их действия будут признаны кражей, то парням может грозить до пяти лет лишения свободы. Садоводы сообщают о том, что в городе появилась белокрылка. Этот вредитель питается соком растений и выделяет сладкую жидкость, на которой часто появляется грибок. В отделе сельского хозяйства отметили, что к ним подобных обращений пока не поступало. На портале завершилось голосование в конкурсе «Юная мисс Армавира». Обладательница приза зрительских симпатий гарантированно получает право выйти в финал. Имена других финалисток станут известны 15 июля во время кастинга в модельном агентстве. Участницы предстанут перед строгим жюри и попробуют побороться за главный приз и звание «Юной мисс Армавира». Финал конкурса пройдет на центральной площади города 27 июля. Инна Лепеткина, Евгений Халманский, Служба информации, телеканал РНТВ, Армавир.